Игорь Валерьевич, при принятии бюджета 2017 года мы нашли возможность и выделили 300 миллионов рублей на улучшение дорожной ситуации внутри населенных пунктов. Поэтому я бы хотел, чтобы вы взяли на особый контроль подготовку необходимой документации в разумные сроки, чтобы освоение этих средств было не в сентябре, не в октябре, а начались работы уже с весеннего периода. Поэтому уже вы довели до сведений муниципалов, по какому принципу будут разделяться эти средства? Да, значит, 300 миллионов выделено. В настоящее время прорабатывается методика. До 31 января мы методику эту утвердим. Значит, с 31 января по 3 февраля запланировано госкомитетом по транспорту ряд совещаний с руководителями муниципалитетов, в том числе с выездом на места. До 6 февраля будет сформирован перечень объектов, по объектной перечень. И до 1 марта мы заключаем соглашение с муниципалитетами по распределению субсидий. Соответственно, это сделано для того, чтобы к маю месяцу, к краю 15 мая, чтобы все конкурсные процедуры были проведены и уже начались работы. Хорошо. Игорь Владимирович, и вторая тема, которую обязательно нужно взять вам на контроль. При проведении ремонтных работ в течение 2016 года, когда были выделены 700 миллионов рублей, мы их осваивали, город Петрозаводск пошел по, так сказать, хорошему пути, привлек общественность к определению, во-первых, того перечня дорог, которые будут делать, и потом, обучив тех же общественников, контролировали качество работы. Карелию поставил в пример министр транспорта Соколов Максим Юрьевич на одном из российских совещаний, что действительно сегодня и всем регионам нужно брать пример с Карелией, поэтому это та же самая тема. Я вас очень прошу, чтобы сегодня органы местного самоуправления под вашим контролем привлекли к участию в определении перечня дорог, исходя из возможностей, которые получают то или иное муниципальное образование, не все же одинаково получают количество средств, чтобы с привлечением общественности было выбрано перечень дорог, которые будем ремонтировать, ну и, соответственно, качество. У нас есть с вами колледж дорожный, нужно этих общественников обучить, как это сделал Петрозавод в 2016 году, для того, чтобы действительно сегодня с участием общественности не только перечень необходимых дорог, но и качество ремонта было проведено, поэтому я вас прошу взять тоже на особый контроль, для того, чтобы не мы с вами решали, какие дороги делать, не руководители районов, хотя они тоже достаточно компетентные знают, а чтобы это было с привлечением общественности, чтобы люди знали. – Хорошо, положительный опыт Петрозаводского мы полностью используем в этом плане, и, несомненно, такие группы общественников, которые будут участвовать и в отборе проектов, и в контроле за реализацией, такие группы будут сформированы. Вот это и не только как бы наше одно из основных условий, это, собственно говоря, требования времени, поэтому мы целиком эту позицию будем поддерживать и реализовывать. – Игорь Валерьевич, мы понимаем, что если до 15 мая у нас срок проведения всех конкурсов и начало работы во втором, ну или с 1 июня начало работы, до 1 июня нужно провести отбор общественников, желающих их обучения, для того, чтобы действительно они не просто приходили и говорили, что это нравится, это не нравится, а на основе тех знаний, которые они могли бы получить в нашем колледже, обучение такое нетрудно провести. – Задачу поставим до 1 мая. – Да, договорились. – То есть обучение и подготовить людей. – Спасибо. – Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok